Давайте, наверное, два слова скажу еще про уравнение на плоскости. Уравнение на плоскости и линеаризация. Линеаризация особых точек. Значит, смотрите, допустим, у меня есть какое-нибудь нелинейное уравнение, и я хочу построить его фазовый портрет. Ну, тогда, если мне так повезло, что уравнение решилось, я получил какой-то явный вид зависимости x от y от t или зависимости x от y хотя бы, то я этот самый фазовый портрет могу построить. Но, как правило, нелинейные уравнения не решаются. Тем не менее, я могу применить примерно тот же трюк, который мы использовали в конце прошлого занятия, а именно попробовать посмотреть на то, как выглядит линейное уравнение, которое близко к данному нелинейному. Ну, вот оказывается, что давайте я без особых подробностей скажу про вообще некоторый общий факт про дифференциальные уравнения и их фазовые портреты. Поскольку меня сейчас интересует история про линеризацию, это меня сейчас интересует, так сказать, локальное поведение дифференциальных уравнений. То есть я смотрю на какую-то конкретную точку в фазовом пространстве и спрашиваю, как выглядит фазовый портрет вблизи этой точки. Значит, ну вот оказывается, что давайте, давайте я такой просто вопрос поставлю. Как выглядят фазовые портреты вблизи фиксированной точки? Ну, то есть, допустим, мы живем на плоскости, у нас есть какое-то уравнение, нелинейное, скажем, x точка равняется f от x, y, y точка равняется g от x, y. И у него может как-то выглядеть фазовый портрет. Он может быть устроен довольно сложно. Мы видели всякие разные примеры. Ну вот давайте сейчас попробую что-нибудь такое нафантазировать. Допустим, у меня есть какие-нибудь фазовые кривые, которые ведут себя, ну, как-нибудь, я не знаю, допустим. Какие-нибудь вот такие вот. Что-то у меня есть какие-нибудь такие фазовые кривые, какая-нибудь вот такая фазовая кривая. Тут она, допустим, есть какая-нибудь особая точка. Тут есть какая-нибудь, давайте считать, например, что это особая точка типа седло. Как-нибудь вот так все это устроено. Допустим. Допустим. Допустим, есть еще одна особая точка, к которой все траектории стремятся. Ну, в общем, какая-нибудь вот такая картинка, допустим. Это вполне возможная картинка для фазового портрета какого-то дифференциального уравнения. Мне будет трудно его написать сейчас формулами, вот прям сходу. Но, в принципе, я могу как-то его построить, возможно, с помощью тех или иных приемов. А дальше возникает вопрос. Если я взял какую-то конкретную точку, то как выглядит фазовый портрет вблизи этой точки? Вот возьму какую-нибудь точечку вот здесь, например. Значит, как выглядит фазовый портрет в какой-нибудь маленькой окрестности этой точки? Ну, вот здесь есть какие-то траектории, которые ведут себя как-то вот так вот. Ну, вот оказывается, что если я беру точку, которая не является особой, то есть в которой векторное поле не обнуляется, то есть не такую точку, не такую точку, не такую точку. Вот если я беру какую-то точку, которая не является особой, то в ее окрестности фазовый портрет устроен очень простым образом в некотором смысле. А именно, ну вот смотрите, давайте я сейчас просто перерисую вот этот кусочек фазового портрета, который я там дорисовал. Что-то он будет выглядеть как-то вот так вот. То есть какие-то вот такие вот штуки. То есть как бы происходит движение примерно вот в одном и том же направлении, но при этом, поскольку у нас все-таки векторное поле там нелинейно, не просто и x-точка равняется 1, y-точка равняется 0 или что-нибудь в этом роде, возникают вот такие вот, вот такое вот семейство кривых. Но надо сказать, что ничего особо интересного в этом, вот конкретно вот в этом вот локальном фазовом портрете нет. Ну на самом деле можно было бы даже сделать вот что. Можно было бы перейти в новую систему координат, в которой вот эти кривые являются просто кривыми, типа x равняется константа. То есть можно было бы, иными словами, можно было бы сказать так, можно было бы сделать, подействовать на эту картинку некоторым отображением гладким, которое просто эти фазовые кривые выпрямит, превратит их вот в такие. Или просто вот в такие. А это фазовые кривые, которые соответствуют уравнению самому простому, типа us-точка равняется 1, vs-точка равняется 0. И так можно сделать в окрестности любой не особой точки. То есть в окрестности любой не особой точки фазовый портрет выглядит как вот такие вот, в кавычках, параллельные кривые. Они, конечно, не параллельные, но их можно превратить в параллельные прямые подходящие замены координат, подходящим преобразованием. Вот как реалистично это выглядит? Верите в такое? Или у вас возникают сомнения на эту тему? Или я вас обманываю? Выглядит довольно подобно. Хорошо. А где эта штука не работает? Где вот нет такого преобразования, которое бы позволило превратить наш кусочек фазового портрета в такие вот параллельные прямые? Ну, как вы сказали, в особых точках? Ну да, в особых точках такое не пройдет. Представьте себе, что я беру, например, вот эту особую точку, беру вот ее окрестность. Ну, тут ничего, как не меняй координаты, как не действуй, каким отображением не действуй на эту штуку, у нас в любом случае будет... Сама эта особая точка никуда не денется. И в любом случае будут какие-то вот такие кривые, которые в нее входят. И превратить вот такой фазовый портрет в такой фазовый портрет будет уже невозможно. Ну, например, потому что вот здесь вот есть особая точка, в которой никого движения вообще нет, а здесь нет. То есть явно, что если я буду как-то пытаться вот этот вот фазовый портрет там как-то изгибать, действовать на него каким-то вот таким вот отображением, то, в общем, вот такой фазовый портрет я не получу. Вот. И оказывается, что, значит, смотрите, что в результате получается. Если нас интересует задача локального описания фазового портрета, то она интересна только для окрестностей особых точек. И в окрестностях особых точек, значит, можно попробовать, опять же, если меня интересует локальная история, можно попробовать заменить наше нелинейное дифференциальное уравнение, заменить его на соответствующее линейное уравнение, то есть сделать линейное уравнение. Можно вопрос? Да. Когда мы делаем линейное уравнение, у нас получается итог, он точно должен состоять из параллельных прямых или нет? Нет, сейчас, смотрите, значит, не совсем понял вопрос. Значит, давайте я скажу, что такое линеализация. Линеализация – это просто когда вы вместо того, чтобы рассматривать вашу нелинейную систему, рассматриваете просто ее линейную часть. Откидываете все старшие слогами. Сейчас я напишу, что это такое. Поэтому, вообще говоря, получается другая система с другими решениями. Ну, вот сейчас я хотел бы посмотреть, пока что на таком довольно наивном уровне, в каком случае у нас фазовые кривые остаются похожими, фазовые портреты остаются похожими, а в каком случае они сильно меняются, когда мы делаем это отбрасывание старших членов. Значит, мы не пытаемся сейчас привести вот такой фазовый портрет вот сюда. Этого мы не пытаемся сделать. Мы пытаемся понять, как устроить. У нас есть некая нелинейная система. У меня есть какая-то особая точка. Я хочу понять, как фазовый портрет этой нелинейной системы выглядит в показатель этой особой точки. Вот такая у меня задача. Хорошо, спасибо. Значит, вблизи особой точки нелинейной системы можно рассмотреть линеаризацию. Значит, что это такое? Ну, смотрите, давайте так скажем. Пусть у меня сейчас... Давайте я в общем виде сейчас напишу. Пусть у меня х от т многомерный. У меня есть уравнение х точка равняется v от х. Тогда можно... Что сказать? Можно сказать, что... Да, давайте возьмем какую-нибудь точку х со звездочкой. Это особая точка. То есть v от х со звездочкой равняется нулю. И тогда можно рассмотреть... Давайте разложим... Разложим v в ряд Taylor в окрестности точки х со звездочкой. Что получается? Значит, v от х равняется... Ну как, умеете ли это лар писать для функций многих переменных? Да. Давайте диктуйте. Ну там, получается, сначала значение в какой-то точке. Да. В данном случае в точке х со звездочкой. А дальше нам нужно записать сумму... Давайте не сумму, а давайте вот первое слагаемое напишем, а остальные оставим как у маленьких. Получается, будет du. Да, значит, это v... Да, dv, dv. Так, значит, v это у меня сейчас что такое? v это у меня отображение откуда-куда. v это у вас из rn в r. Как же vr-то? Если у меня их точка равняется v от х. v это векторное поле. vrn. vrn, да, из rn в rn. То есть ее производная это кто такое? Это якобиан. Да, да, это якобиан. То есть можно написать просто dv под dx, но здесь имеется в виду, что это матрица якобиа. Значит, dv1 под dx1 и так далее. dvn под dxn и так далее. Ой, не dvn, конечно, dv. dv1 под dxn. dvn под dx1. dvn под dxn. Значит, это матрица. Матрицу эту я на что умножаю? Мы, получается, умножаем на на v минус v со звездочкой. На v от x со звездочкой. Что-то это не похоже на рейд-тейлору, то, что вы пытаетесь сказать. Сейчас. Значит, мы вычисляем значение этой штуки в какой точке? Значит, dv под dx в какой точке? В x со звездочкой. В x со звездочкой. Итак, а умножаем на что? А, ну, получается, на x минус x со звездочкой. Да, на вектор x минус x со звездочкой. Совершенно верно. Значит, это линейный оператор, или можно думать про него как про матрицу. x минус x со звездочкой – это вектор. Можно подействовать линейным оператором на вектор и чудесным образом получить какой-то новый вектор. И дальше, что нам нужно сделать, если я хочу закончить на этом выписывание ряда. Я хочу, тем не менее, чтобы получилось верное равенство. Получается, нам нужно… О малое? Угу. От тех целей? Значит, о малое от кого? От расстояния между x и x со звездочкой. Да. Давайте так напишем. Малое от нормы. Да, совершенно верно. Значит, собственно говоря, это просто… На самом деле, я так громко сказал, в ряд Теллар, на самом деле, эта штука – это просто определение того, что такое производная функция. Ну, общее определение производной функции удобно формулировать именно в таком виде. Производная – это такой линейный оператор, который удовлетворяет вот такому равенству. Так, теперь смотрите. Значит, у меня v от x со звездочкой равняется нулю. Поэтому вот эта штука чудесным образом превращается в ноль. И у нас остается такое уравнение. Давайте я вот эту вот матрицу, матрицу Якобия, давайте я как-нибудь обозначу, например, буквой А. И можно теперь рассмотреть такое уравнение. Давайте я… Да, давайте еще вот что я сделаю. Давайте я введу новую координату, координату y, которая будет x минус x со звездочкой. То есть я просто сдвину систему координат в особую точку. Тогда у меня… Значит, исходная система запишется в виде y с точкой равняется… Значит, понятно, что y с точкой равняется x с точкой от того, что я сдвинул координаты, ничего со скоростями не случилось. Значит, у меня возникает такая штука y с точкой равняется y плюс u маленькая от y. И… Линеаризация теперь – это вот что такое. Давайте я как-нибудь какую-нибудь другую букву введу. Ну, давайте волну буду ставить. y с волной равняется… y с волной с точкой равняется а y с волной. То есть возникает вот такая линейная система, которая называется линеаризацией вот этой системы в нуле. Ну, или, соответственно, можно сказать, что вот эта система – это линеаризация нашего исходного уравнения, уравнения на x вот этого уравнения, в особой точке x с звездочкой. Вот, теперь вопрос. Смотрите, значит, у нас есть два разных уравнения. Вот такое уравнение, вот такое уравнение. Это уравнение разное. Что мы можем сказать? Значит, меня интересует окрестность нуля. В окрестности нуля вот эта o маленькая становится ужасно маленьким. Я могу сделать его сколь угодно маленьким по сравнению с размерами окрестностей. В какой мере вот эта o маленькая будет менять нам качественно фазовый портрет? Понятно, что количественное решение вот этой системы и решение вот этой системы будут различаться. Но хочется понять, в какой мере это будет влиять непосредственно на картинку. Давайте посмотрим, значит, какие у нас были типы особых точек. Значит, давайте я задам такой вопрос. В какой мере фазовый портрет вот этой системы 2 похож на фазовый портрет системы 1 вблизи нуля. Когда я говорю вблизи нуля, я имею в виду, что я могу выбрать сколько угодно маленькую окрестность нуля. Какая мне нужна, такую я выберу. Вот. Ну, давайте посмотрим. Значит, бывают особые точки четырех типов. Значит, мы сейчас возвращаемся на плоскость. Бывают особые точки четырех типов. Значит, седла. Узлые. Фокусы. И центры. Значит, это линейные особые точки. Вопрос. Какие из этих особых точек обладают таким слойством, что если вы добавите к ним какие-то нелинейные слагаемые, то есть вот сейчас вот то, что я здесь нарисовал, это фазовый портрет то вот таких вот штук линейных уравнений. Дальше можно поставить такой вопрос. А в какой мере эти фазовые портреты сохранятся, если я добавлю вот этот маленький маленький добавочек. Добавочек маленький по сравнению с этой линейной частью. Значит, добавочек, который состоит из нелинейных слагаемых. То есть там будут какие-нибудь квадраты, кубы и так далее. Вопрос. Значит, какие фазовые портреты качественно останутся примерно такими же, какие были, а какие, скорее всего, качественно поменяются. Какие-то качественные характеристики потеряют или приобретут. Как вы думаете, просто вот глядя на картинки, на то, как картинки устроены? Ну, мне кажется, что центр должен измениться. Да, действительно. Это правда, вы абсолютно правы. Из этих четырех типов седло, узел, фокус-центр в некотором смысле не выживают только центры. Почему так? Как вы думаете, во что может превратиться центр, если мы добавим к нему правильным образом какие-нибудь нелинейные слагаемые? Что может произойти с центром? Какое характерное свойство фазовый портрет типа центра может потерять? Наверное, он станет похожим на фокус. Совершенно верно. Да, действительно. Как бы характеристическое свойство центра состоит в том, что у него все фазовые кривые замкнуты. И это такое свойство, которое очень обременительное. То есть это условие, что вы стартуете вот отсюда, делаете обороты, выпадаете ровно сюда же. И это выполняется не только для этой точки, но и для вот этой точки, для этой точки, для всех точек. Выполняется вот это очень жесткое условие, что вы попадаете ровно туда же. И это условие можно нарушить, причем его можно нарушить так, что ни в какой окрестности начало координат, ни в какой окрестности нуля оно не будет выполняться добавлением вот таких вот маленьких слагаемых. Значит, я сейчас пока не буду выписывать формулу на эту тему, но мы с вами это еще обсудим. Значит, вот можно получить в качестве соответствующей нелинейного уравнения, можно получить вот такое вот в качестве фазового портрета нелинейного уравнения. Остальные фазовые портреты качественно сохраняются. У фокуса это были сходящиеся спирали, и у его нелинейного возмущения фазовые кривые тоже будут сходящимися спиралями. Они будут не идеально логарифмическими, какими они были у фокуса, Но они будут похожи. У седла сохранятся вот эти направления, направления сепаратрис. И сохранятся траектории, которые будут стремиться к особой точке в прямом и обратном времени. То есть вот эти самые сепаратрисы. Они, конечно, уже не будут обязательно прямыми. Они могут быть какими угодно, такими, такими. Но, по крайней мере, они сохранятся в том смысле, что будут существовать траектории, которые стремятся к особой точке в прямом или обратном времени. Их тоже будет ровно четыре штуки. И они будут касаться соответствующих направлений для линейной системы. Соответственно, остальные траектории будут вести себя тоже как-то похожим образом. Они будут уходить от одной сепаратрицы и приближаться к другой сепаратрисе. Как-то так. У узлов характеристическое свойство, что все траектории стремятся к особой точке. И это свойство будет сохраняться для нелинейных, ну или наоборот, убегают от особой точки, если это неустойчивый узел. И это свойство тоже сохранится в случае с нелинейной системой. Вот. В общем, три типа особых точек выживают. Единственное, особая точка, которая не выживает, может, по крайней мере, не выжить. Это центр. Соответственно, чем эта ситуация замечательна? Она замечательна тем, что если вас интересует локальное поведение системы, нелинейные системы вблизи какой-то особой точки, то вы делаете ее линеаризацию. Сделать линеаризацию – это все равно, что просто посчитать Якобиан, посчитать матрицу Якоби. После этого смотрите, какому типу из этих четырех эта матрица Якоби соответствует. Ну, окей, она может сейчас соответствовать вырожденной, и это уже совсем плохо. Там дальше нужно будет разбираться, как эта штука устроена. Это отдельная наука. Но если так оказалось, что ваш Якобиан не вырожденный, то это означает, что ваша линейная особая точка, линеаризация вашей нелинейной особой точки – это одна из этих четырех типов. И тогда, если вам повезло, и вы оказались вот здесь, то это означает, что вы можете построить просто фазовый портрет линеаризации и сказать, ну, по крайней мере, на качественном уровне фазовый портрет нашей нелинейной системы будет на него похож. Вот эти слова, что фазовый портрет будет похож, можно довести до аккуратных теорем. Я сейчас не буду этого делать. Но, значит, по крайней мере, этим фактом можно пользоваться, чтобы качественно понимать, что там происходит. Ну, вот единственное исключение – это центр. Но, с другой стороны, центр – это довольно редкая штука. Это вам должно сильно не повезти. Вот. Ну, вот такая история про то, как изучение линейных систем помогает понять, как устроена соответствующая нелинейная система. Есть ли еще вопросы по этой части? Можно ли сильно не повезти на миди в том смысле, что от вас попросят построить фазовый портрет нелинейной особой точки, которая оказалась центром по линейным членам? Может, но тогда у вас будут какие-то другие инструменты, с помощью которых вы сможете это сделать. Нет, ну, окей, я как-то раз задал на экзамене задачку, которая была нерешаемой, потому что я ошибся в условии, но я постараюсь так не делать. Вот. Хорошо. Ну что, едем дальше. Значит, вторая часть сегодняшней лекции посвящена лидейным уравнением с постоянным концентом в многомерных пространствах. Значит, это вот какая история. Сейчас мы предполагаем, что у нас система устроена вот так. x-точка равняется ax, x от t лежит в rn, а постоянная матрица. И сейчас я хочу научиться решать такую систему, вот просто в размерности n. Значит, сейчас я не буду заморачиваться с тем, чтобы решения были бы вещественными. Я просто с самого начала скажу, что окей, если у меня возникнут какие-то комплексные штуки в моем решении, ну и не страшно. Возникнут и возникнут. Поэтому, если вдруг так оказалось, что а диагнозируемая матрица, пусть и какие-то собственные значения у нее комплексные, ну я просто диагонализирую и запишу решение в таком виде. Значит, давайте смотреть, как такую задачу решать. Ну, собственно говоря, первый случай – это ровно тот, который я сказал. А именно а диагнозируемая матрица. Значит, если а диагнозируемая матрица, тогда, в общем, все легко. Что в этом случае происходит? Ну, давайте посмотрим. Я могу тогда ввести новую систему координат. Давайте я скажу, что, допустим, у меня x равняется c, y, c матрица перехода к диагнозирующему базису. То есть по столбцам у нее записаны координаты координаты собственных векторов. Матрица А. Значит, тогда у нас y с точкой – это просто диагональная матрица. В этом случае все наше уравнение просто разбивается в такой набор уравнений. y1 с точкой равняется лямбда 1, y1 и так далее. yn с точкой равняется лямбда n, yn. Каждое этих уравнение можно решить по отдельности. Заметить, что y1 от t равняется e в степени лямбда 1, t на y1, нулевое. И тогда yn от t равняется e в степени лямбда n, t на yn, нулевое. Значит, 0x вверху в данном случае обозначает, что это начальное условие невозведения в степени. Или можно записать это решение в матричной форме. Значит, можно сказать вот как. Значит, у меня здесь будет вот такая матрица. Значит, по диагонали стоит e в степени лямбда 1 и так далее, e в степени лямбда 1, t и так далее, e в степени лямбда n, t. Здесь ничего особо страшного не происходит. Дальше можно исследовать, как устроен фазовый портрет таких систем. Это отдельная история. Но, в общем, не то чтобы что-то было супер страшное. Не сильно сложнее, чем плоский случай. Но окей, местами немножко сложнее. Давайте теперь посмотрим совсем общий случай. Вот если матрица А не диагонализируема. Что тогда? Там есть Джорданов Базис. Да, можно. Значит, на самом деле есть два подхода, которые приводят, конечно, к одному и тому же результату. Ну, в обоих случаях нам придется использовать Джорданов Базис и приходить к Джордану в нормальной форме. Но что дальше делать после того, как мы перешли? Можно подходить немножко по-разному к этой задаче. Но хорошо, давайте мы перейдем в Джорданов Базис. Если А не диагонализируем. Перейдем в Джорданов Базис. Значит, получим такую штуку. Мы получим уравнение Y с точкой. Равняется. Здесь будет Джорданов нормальная форма нашей матрицы. Значит, у нас каждая вот эта Жи. Давайте как-нибудь обозначу Жи-Жи-Та. Это есть такая штука. Жердановая клетка. Значит, можно... Сейчас только единственное, что я не дописал уравнение. Значит, здесь нужно умножить на Y. А здесь везде стоят нули. Ну, во-первых, давайте заметим вот что. Давайте заметим, что когда мы этот переход к Джорданову Базису осуществили, у нас теперь наша система разбилась на отдельные Джордановые клетки. Потому что если я запишу наше уравнение, как оно через Y1 и так далее, Yn, то видно, например, что у меня есть какое-то количество Y, которые соответствуют этой Джордановой клетке. Значит, ну давайте посмотрим. Допустим, у меня здесь есть клетка размера, скажем, 3. Допустим, у меня есть какие-нибудь числа 2, 2, 2. Здесь идут нолики, здесь единички. А здесь, допустим, другая клетка, скажем. 3, 3, 1, 0. Какая-нибудь вот такая вот система у меня. И здесь, соответственно, у меня есть Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Значит, здесь они все с точкой идут, а здесь они все идут без точек. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ну, видно, что если мы умножим вот эту матрицу на вот этот вектор, то у нас первые три строчки того, что получилось, они будут за счет того, что здесь стоит ноль, первые три строчки, они будут включать в себя только первые три вот этих Y. То есть первые три Y, их производные, зависят только от них самих. И то же самое, правда, эту штуку, можно сказать. Значит, четвертый и пятый Y тоже зависят только от них самих. То есть у нас отдельные жердановые клетки друг на друга никак не влияют. Значит, у нас получится такая система. Y1, Y2, Y3 с точкой равняется 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, Y1, Y2, Y3. И дальше будет Y4, Y5 с точкой 3, 1, 0, 3, Y4, Y5. Значит, получается вот такая вот система. Ну, хорошо, теперь вопрос, как эту систему решать? Можно, как у нас была задача на семинаре, итеративно. То есть начинать с самого нижнего, который у нас однозначно решается, а потом подставлять в уравнение выше и уже решать относительно Y2 и T, но там разными методами можно. Да, действительно, значит, действительно так можно и так сработает. То есть мы могли бы, например, решая вот эту вот систему, мы могли бы решить вот это вот нижнее уравнение, получить какую-то зависимость Y3 от T, подставить эту зависимость вот в это вот второе уравнение, которое включает в себя Y2 и Y3. Получится уравнение уже относительно Y2, решаете его. После этого y2 подставляете вот в это уравнение, которое включает в себя y1 и y2, решаете его относительно y1. Так можно сделать. Каждый раз у вас это уравнение будет решаться. Там, допустим, методная вариация постоянных всегда решится. И на самом деле здесь другими методами тоже решится. Главный минус этого подхода состоит в том, что... Ну, окей. На самом деле нормальный подход, и то, что мы сейчас сделаем в чуть-чуть более общем контексте, будет работать примерно так же. Но это не знаю, что, может быть, немножко тосклив решать каждый раз уравнение и подставлять его в предыдущие, чисто технически. Поэтому давайте я покажу, как это сделать некоторым чуть-чуть более математизированным способом. А именно давайте мы вообще немножко пока забудем про всякие жердановые формы, мы к ним еще вернемся. Давайте посмотрим на наше исходное уравнение. Вот на этом. x-точка равняется ax. Значит, я хотел бы записать решение этого уравнения буквально одной короткой формулой. И так, чтобы вообще не думать про то, кто такая вот эта матрица А. Диагонализируем она, недиагонализируем она. И оказывается, это можно сделать. Но вот если бы матрица А была бы, например, не матрица, а число, то мы могли бы сходу бы это решение записать. Мы бы сказали бы, что x от t равняется e в степени at на x0. Оказывается, что если А матрица, то можно записать ровно то же самое. Давайте вернемся. Уравнение x-точка равняется x. И запишем ее решение. Тут может возникнуть, ну, как бы, ну, хорошее решение. Одинственное, что может возникнуть вопрос, а что такое e в степени at. Я не помню, на каких-то предыдущих курсах у вас был шанс с такой штукой познакомиться? На линейке там? Вроде бы нет, но, насколько я помню, это определяется через разложение экспонента бряда Тейлера. Да, конечно. На самом деле можно просто, ну, если мы определяем экспонент от чего-нибудь, да, e в степени z. Это что такое? Ну, мы знаем, что e в степени z – это просто сумма по k от нуля до бесконечности. z в степени k разделить на k факториал. И, на самом деле, сюда вместо z можно подставлять самые разные объекты. И, значит, нам нужно уметь делать с этими объектами – это уметь их умножать на себя, ну, то есть возводить в степени, делить на вещественные числа и складывать между собой. То есть, в общем-то, с матрицами или с линейными операторами мы такое умеем делать. Линейные операторы можно подставлять в эту формулу. Линейные операторы можно возводить в степени, можно делить на числа, можно складывать между собой. И поэтому нет никакой проблемы определить вот такую вот штуку. Ну, давайте я сейчас формально напишу, что если b – это матрица, то e в степени b – это вот такая вот вещь. Ну, дальше у вас может возникнуть вопрос, а почему, собственно говоря, этот ряд должен сойтись? Если мы туда подставляем числа, то мы когда-то доказали, что ряд для экспонента всегда сходится. А если мы туда подставляем матрицу, то почему он сходится? Ну, ответ на этот вопрос такой, если без подробностей. Значит, почему он сходится? Значит, по-хорошему мне нужно было бы аккуратно проговорить разные штуки, связанные с тем, как устроены нормы на матрицах. Ну, вот когда мы говорим, что что-то куда-то сходится, это означает, что расстояние между тем, к чему сходится, и элементами нашей последовательности стремится к нулю. Значит, для того, чтобы считать расстояние между какими-то объектами в каких-то более-менее произвольных пространствах, нам нужно навести на этих пространствах ну либо просто расстояние, либо, в данном случае, я хочу, поскольку у меня пространство векторное, пространство матриц – это векторное пространство, я хочу ввести на нем норму, То есть понимать, какие матрицы большие, какие маленькие. Когда мы обсуждали просто линейные пространства, допустим, на линейной алгебре, там мы говорили, что у нас есть... Можно по-разному задавать нормы на векторах. Можно, допустим, брать просто сумму квадратов координат. Точнее, если норма, то квадратный колени суммы квадратов координат. А можно какую-нибудь другую норму рассматривать. Скажем, с какими-то другими коэффициентами эти квадраты координат брать. Ну вот оказывается, что на матрицах можно вводить разные нормы. И можно, например, ввести такую норму. Значит, можно ввести норму на матрицах. Значит, норма матрицы B. По определению будет равна супремуму... Ну, давайте я скажу так. По всем векторам U. Я сейчас считаю, что у меня есть какая-то норма в моем исходном векторном пространстве. В пространстве векторов. Значит, я рассматриваю всевозможные векторы, которые лежат на единичной сфере. И на каждой из них действую моей матрицей и смотрю норму того, что получилось. То есть, иными словами, я просто действую... Вот у меня есть единичная сфера. Я действую на эту единичную сферу в моей матрице B. И смотрю, насколько сильно самое большое... Какое самое большое растяжение эта матрица BaseGal. Смотрю длину самого большого получившегося вектора. Дальше можно доказать, что это действительно будет матричная норма. Что это действительно будет норма. То есть, она должна удовлетворить каким-то аксиомам на эту тему. Ну, в общем, в целом кажется, что это довольно логично. Даже если мы посмотрим на то, как матрицы ведут себя на векторах. Представьте себе, что у вас матрица B состоит из очень маленьких компонентов. Это означает, что она не может сделать из вектора длины 1 какой-то большой вектор. Скорее, она образовывается в маленький вектор. Поэтому такая норма не выглядит чем-то странным для матриц. Она обладает таким замечательным свойством. Значит, что норма B1, B2 не превосходит произведению норм. Почему это так? Почему это верно для такой нормы? Значит, такая полумультипликативность. Она может попробовать туда подставить вектор U. И посмотреть, что будет, когда мы берем супремом от B1, B2, U. И когда мы... Там, наверное, B1, B2, U в квадрате. Не стимул, когда в квадрате взялся. Не-не-не, все-все-все, просто U. И посмотреть, что происходит, когда мы отдельно от B1, U и B2, U произведений. Да, так, а что у вас получается? Пока сложно сказать. Ну, смотрите, давайте я попробую такое тоже не совсем формальное доказательство дать. Но, смотрите, давайте посмотрим. Если говорить словами, то норма матрицы в данном случае – это то, насколько сильно эта матрица может растянуть вектор. Во сколько раз она растягивает вектор в самом плохом случае, для наиболее растягиваемого вектора. Соответственно, если я теперь беру матрицу B1, B2, то что такое подействовать матрицей B1, B2 на вектор U? Это все равно, что на вектор U подействует сначала матрицей B2, потом матрицей B1. Но если я знаю, что от того, что я подействую матрицей B2 на вектор U, он растянется как максимум в норму BU раз, а потом на тот вектор, который в результате получится, я подействую матрицей B1, он растянется, ну, как бы, если я растянул вектор сначала в два раза, а потом в три раза, то он растянулся в шесть раз. И это самое большое, что здесь может быть. Можно было бы еще вот как сказать, смотрите, значит, это супремо, вам можно было бы написать так. Можно было бы сказать, что это супремо по всем ненулевым векторам U. Вот такой штуки. Норма BU разделить на норму U. Значит, неважно, что делать, мы можем ограничить норму вектор U единицей, или мы можем здесь разделить на норму вектора U в силу линейности B и в силу того, что норма вектора как бы сама по себе линейна, то есть если бы вектор умножили на какое-то число, то норма умножилась на модуль этого числа, то вот этот супремо – это то же самое, что вот этот супремо. И уже с помощью вот этого супремо это неравенство легко доказать. Ну, просто потому что… Окей, давайте это сделаем. Значит, что такое норма B1, B2? У разделить на норму B2, U разделить на норму U. Значит, по всем U не ноль. Значит, давайте теперь посмотрим. Сейчас давайте даже лучше не так сделаем. Давайте здесь я сейчас запишу определение с помощью вот такой штуки. Значит, вот такую вещь скажу. С другой стороны, что это такое? Значит, если у нас… Если U – это произвольный вектор длины 1, давайте посмотрим на… Давайте вот что сделаем. Супремум по… Вот такой штуки. Разделить на… Вот такую штуку умножить на… Ну, и все. Значит, я умножил и разделил все на норму B2, U. Ну, а теперь можно заметить вот что. Что если мы рассматриваем супремум произведения, и у нас здесь везде неотрицательные числа, то супремум произведения не больше, чем произведения супремумов. Значит, вот это что? это в точности норма b2 ну а вот эта штука на самом деле видно что она будет эта штука например если матрица b2 не вырожденная то вот эта штука абсолютно точно просто равна норме матрицы b1 но если матрица b2 вдруг оказалась вырожденной то это просто означает что мы не всевозможное не всевозможное значение вот этот самый вектор вектор b2 принимает не всевозможные значения аска значение с кого-то поднорства с управа от этого только уменьшится значит вот эта штука не превосходит нормы b1 ну вот видимо формально доказательство выглядит как-то так но смысл очень простой что если у вас одна матрица растягивает векторы не больше чем в два раза а другая не больше чем в три раза это их произведение растягивает векта не больше чем в шесть раз с произведения но вот ну а теперь на самом деле можно вот что заметить что если теперь рассматриваю вот такую штуку да мне в степени b давайте посмотрю на его норму я хочу сказать что вот что я хочу сказать я хочу сказать что каждая каждой из слагаемых каждый из слагаемых вот этого ряда на самом деле она ограничена по норме ограничено слагаемым из заведомо сходящего сряда а именно она ограничена вот такой штукой по только что доказанный мультикативность этой нормы ну а это значит что ряд значит вот такой ряд как говорят мажорируется сходящимся рядом почему я утверждаю что вот этот ряд сходится почему сходится вот такой вот ряд можно сказать что если у нас просто норма б это но мы же определяли выше норму б это как супремум по у относительно б умножить на у то есть это просто какое-то число это просто какое-то число да поэтому поэтому этот ряд равен чему это ну какое-то число альфа допустим в степени к поделить на к фактриал да но а висят чему равен а е в степени альфа к просто я в степени норма б на самом деле просто ряд для это просто ряд для экспонента от норм матрицы бы вот ну и и тут мне конечно нужно было бы еще доказать некоторую теорему о том что если и ряд из норм сходится то и ряд из исходных объектов тоже сходится но давайте я не буду совсем уж углубляться функциональный анализ и вы мне просто поверите идея состоит в том что мы просто говорим что можно так ограничить элементы нашего ряда что они будут убывать достаточно быстро чтобы я сходился если их норма убывает достаточно быстро то и сам ряд сходится вот короче говоря можно так определить матричную экспоненту и дальше теоретически можно было бы ну окей теперь мне нужно было бы доказать что действительно вот такая штука я в степени от x0 действительно является решением такого уравнения ну давайте это сделаем что опять же поскольку наш курс не курс функционального анализа мне тут приходится немножко заметать под ковер некоторые технические тонкости ну например нужно было бы доказывать теорему о том что ряд нужно о том что сходящийся абсолютно ряд можно дифференцировать сейчас я не буду этого доказывать а просто возьму продифференцировать значит вот если у меня есть я в степени от и умножить на какой-то вектор x0 и я хочу эту штуку продифференцировать в общем то даже доказательство устроен точно так же как доказательство для экспоненты значит я просто беру и дифференцировать и дифференцировать значит что здесь получается сумма пока отметы бесконечности а т в степени к разделить на к факторе а умножить на x0 ну дальше заправить то что я могу продифференцировать как бы занести знак дифференцирования под этот саморяд дальше легко поверить во все что происходит что у меня здесь остается во первых я занесу дифференцирование суда во вторых и могу сказать что здесь у меня есть а в степени к на т в степени к разделить на к фактори л значит а в степени к можно вынести за знак дифференцирования и деление на к фактори л тоже потому что они константы и потому что дифференцирование перестановочно с умножением на матрицу как вы уже выяснили собственно говоря у меня да и умножение на вектор x0 тоже можно вынести потому что но собственно говоря вот это вот т в степени к от просто скалярная величина и она действует на вот это вот как она просто умножается на эту матричную штуку а это матричная штука это констант точнее вот эта матрица это вектор этой матрицы подействовала вектор получил некоторый постоянный вектор и теперь я вам нажали на переменное число которое как раз дифференциров мы получаются что это вот такая штука значит производная давайте сразу скажу что ко мне теперь идет от единицы здесь будет t в степени к минус 1 умножить на к дальше мы сокращаем к здесь вместо к факториал остается к минус 1 факториал и получается что эта сумма по м от нуля до бесконечности значит одно из ашки могу сюда вынести и остается а в степени м что меня к равняется м плюс 1 остается а в степени м т в степени м разделить на м фактор л умножить на x 0 то есть а и в степени от и x 0 ну вот как видите дифференцирование экспонента она уже всегда одинаково вне зависимости от того экспонента чего там считаете как понятно что произошло не нет это просто матрица просто матрица нет здесь сейчас уже нет никаких норм и если зачем нужны были норм это чтобы сказать что-то про сходимости этого ряда теперь у нет никакой норма а это просто честно матрицы нам повезло то что у нас здесь как бы изменяемым объектом тот тем объектом который меняется со временем является только вот этот степени к просто скалярная величина и поэтому вот все это вот всю эту вот матричную штуку мы вынесли просто за знак дифференцирования поскольку это какая-то линейная значит умножение на какие-то какие-то линейные операции до умножения матриц на вектора то все 5 10 вот и у нас осталось просто дифференцирование вот этой степени к про которую мы хорошо знаем как она как она устроит вот хорошо ну то есть смотрите в общем-то в какой-то мере победы а именно теперь мы умеем как бы у нас есть общую общая формула для решения вот такого уровня x точка равняется x x от и равняется е в степени от x 0 значит чем эта формула плоха плоха она только тем что она сдается в виде какого-то бесконечного ряда и этот ряд еще посчитать нужно на практике когда мне нужно было реально решать дифференциальное уравнение на компьютере линейные я просто взял и тупо реализовал первое там написал программу которым не считала 1 там сколько-то 10 20 сколько сколько надо было членов этого ряда это было же просто сделать ну там нужно было некоторые технические дополнительные технические приспособления используют для того чтобы там этот ряд всегда хорошо сходился вот но если вы хотите аналитическое решение а не компьютерное то вам нужно что-то про этот ряд сказать как бы хоть хочется записать его как-то более-менее в виду и тут опять же на помощь приходит жарданов нормальной формы а именно можно сказать вот что можно сказать давайте перейдем в жарданов базис и будем теперь решать задачку про то как посчитать экспоненту от жарданов нормальной формы ну и на самом деле наша задача сводится к тому чтобы посчитать экспоненту жардановой клетки потому что как мы выяснили вся наша система разбивается на отдельные отдельно жардановой клетки поэтому теперь нужно просто научиться считать экспоненту жардановой клетки давайте попробуем это сделать давайте заметим что жарданова клетка устроен таким образом у нее по диагонали от какой-то одно и то же число лямбда выше диагонали идут вот такие вот единички и давайте запишем в таком виде лямбда е плюс вот эта матрица из единичек матрицу единичек обозначим буквой n большое n большое потому что она не патент на при взведении в степень она обнуляется ну и давайте прежде чем я покажу следующий трюк давайте задам такой вопрос вот мы только что обсудили как вводится матричные экспоненты давайте задам такой вопрос правда ли что е в степени а плюс b равняется е в степени а умножить на е в степени b как вы думаете наверно это правда единственная у нас возникает проблема когда мы раскидывали мы же раскладываем этот ряд допустим для матрица b а плюс b пусть это какая-то новая матрица и когда мы будем возводить что-то в квадрат ну там допустим вот как раз а плюс b в какой-то степени то дальше у нас будут появляться какие-то степени допустим там не знают c из чего-то почему-то а в какой-то степени умножить на b в какой-то степени вот и их уже переставлять нельзя ну то есть просто тут проблема мне кажется может быть в том что вот е в степени а плюс b это е в степени а на е в степени b но по сути для такого выражения у нас наверное было бы верно что это е в степени b умножить на е в степени а но для разложения экспонента в ряд это вроде бы уже неверно если а и b не коммунируют да на самом деле вы совершенно правильно сказали про коммутирование на самом деле короткий ответ нет неверно в общем случае неверно в общем случае и действительно даже если вы просто внимательно посмотрите на эту формулу вы по крайней мере легко но если не контрформер построите то легко приведете аргумент почему это не должно быть верно этот аргумент как раз связано с коммутированием дело в том что матричное сложение коммутирует а плюс b равняется b плюс а матричное умножение нет результат вычисления экспонента от матрицы это новая матрица было бы очень странно если бы так оказалось что в результате вычисления экспонента от матриц всегда получаются такие матрицы которые коммутируют между собой для потому что ситуация когда две матрицы коммутируют она такая довольно редкая поэтому вообще говоря нет никакой надежды на то что эта формула была бы верна и действительно как валерий правильно сказал пробьем возникнет с тем что когда вы будете доказывать эту формулу если внимательно проследите за тем как мы эту формулу там обычно доказываем там на мотане мы используем там какое-то разложение в беном ньютона чем в этом роде и в этом случае мы пользуемся коммутировку тем что ну как вот вообще формула бенома ньютона основана на том что у вас те элементы которые в ней участвуют они коммутируют у них умножение коммутативно именно благодаря этому мы можем расписать там допустим вот если бы у нас были бы а и б допустим числа этих маленьких напишу вот это вот эта формула верно только благодаря тому что мы можем заменить а b плюс ба на 2 б и это как раз связано с коммутированием умножения с коммутативность умножения и действительно если матрица а и б не коммутируют то это неверно но если матрица а и б коммутируют это верно это редкий слушай но именно он то нам сейчас и по и пригодится значит наверное если матрица а и б коммутируют вот доказывается ровно точно так же как доказывается аналогичное утверждение для чисел буквально вот один в один это тоже самое рассуждение вот значит почему я сейчас про это заговорил про экспонент от a плюс b но потому что я представил мою матрицу мою матрицу джей в виде суммы двух матриц лямбда е плюс n и теперь я хочу посчитать экспонент этой сам матрицы джей значит е в степени матрицы джей давайте заметим что одна из матриц которые у нас здесь возникают лямбда е это скалярная матрица она коммутирует с чем угодно поэтому я в степени джей это есть е в степени лямбда е умножить на е в степени это равенство обосновывается тем что лямбда е коммутирует с чем угодно в том числе с n лямбда е это просто скалярная матрица умножить на нее все лишь просто умножить на число лямбда него людского стороны вы умножите справа или слева вот и теперь смотрите значит наша задача свелась к тому чтобы посчитать экспонент от скалярной матрицы и экспонент от вот этой нелеподентной давайте посмотрим как это будет выглядеть что такое экспонент от скалярной матрицы чему равняется е в степени лямбда е это вроде бы будет просто е в степени лямбда е умножить на на е точнее е в степени лямбда умножить на е просто да правда значит если у меня есть просто скалярная матрица да ну вот что будет происходить с ней когда я буду ее подставлять в мое определение для экспоненты ну понятно с ней будет происходить ровно как бы с каждой из этих вот лямбда будет происходить одно и то же это лямбда возведется в степень к и поделиться на к факториал то есть кстати на диагонали получим просто значит получим просто вот такую вот штуку ну то есть это вот с точностью то же самое что вот такая штука вот поэтому с экспоненты от скалярной матрицы все просто вообще скалярная матрица то же самое что числа поэтому как правило с ними все операции очень легко делать а теперь вопрос а что такое экспонента от не патентной матрицы это конечная сумма да замечательный факт состоит в том что это просто то же самое что сумма пока от 0 до так то ли dn то ли dn минус 1 я всегда путаюсь кажется dn минус 1 да начиная с n-той степени там уже будут нули вот поэтому фактически мы свели нашу задачу об отыскании вот такого бесконечного ряда для экспонента но во первых уже решенная нами задача отыскания просто экспонента числа мы считаем что экспоненты числа мы искать умеем и к вычислению некоторой конечной суммы некоторого многочлена от непонятной матрицы и все таким образом мы задачу решили ну чтобы совсем явно записать решение давайте заметим вот что давайте я сейчас сразу запишу решение не для абстрактной экспонента а конкретно для и и в степени от и потому что она нам как раз сейчас пригодится вот такая штука для нее действует точно такое же разложение давайте не в степени от и а давайте я скажу вот я уже перешел жарданов базис и уже рассматривать только одну жардановую клетку поэтому я рассматриваю вот такую штуку давайте посмотрим как эта штука выглядит опять же у меня жарданова клетка это лямбда плюс вот такие вот единички и давайте посмотрим как это экспонента будет выглядеть значит во первых это будет и я в степени лямбда т мм лямбда т и ну окей давайте это подробнее запишу значит это будет лямбда т е плюс нт это будет е в степени лямда t умножить на единичную матрицу умножить на е в степени nt здесь умножение на единичную матрицу можно на самом деле просто выкинуть остается просто е в степени лямда t умножить значит вот на эту самую матрицу не лепатентно умножить на t но давайте посмотрим что получается если я такую вещь делаю вот у меня есть матрица которая устроена сейчас вот так давайте считать от нее экспоненту значит во первых каким будет нулевое слагаемое в нашей экспоненте нулевое слагаемое от нулевое слагаемое в экспоненте соответствует тому что мы взяли эту матрицу и вызвали в нулевую степень получается если матрицу возвести в нулевую степень получается нет не нулевая если вы число вызваете в нулевую степень единичная матрица получается да поэтому здесь возникает просто единичная матрица значит здесь возникают нули и здесь тоже 0 плюс дальше я должен эту матрицу возвести в первую степень и выделить на 1 факториал то есть просто записать эту же самую матрицу плюс что будет если я эту матрицу возложу в квадрат давайте посмотрим но у нас просто тэшки они сдвигаются вправо вверх на одну диагональ да во первых они сдвигаются во вторых они тоже возводятся в квадрат но я могу просто ты вынести за за скобку да можно было бы сказать что это т умножить на вот такую штуку в квадрате а с другой стороны мы знаем что действительно при возведении в квадрат вот такой вот матрица с единичками этих местах у нас просто единички сдвигаются вверх вот поэтому получается теперь вот такая вот матрица здесь будут т квадратного лица так далее ну и так далее ну и так далее если перезаписать это все в виде одной матрицы то будет выглядеть как-то так внизу все нули дальше диагональ из единичек дальше диагонали стэшек так только здесь нужно было единицу на 2 факториал написать дальше диагонали стэ квадрат пополамок дальше диагональ из т куб делить на 3 факториал ну и так пока не закончится пока не закончится эти самые диагонали значит последний элемент будет т в степени n минус 1 разделить на минус 1 факториал вот такая матрица получается вот мы собственно говоря все мы теперь умеем решать любые линейные уравнения но единственная проблема которая нас остается состоит в том что сложная задача теперь является просто перейти к жерданному базису не так то просто это сделать это в общем виде аналитических ну да задача сводится к тому что не всегда даже собственное значение можно найти как вы знаете у уравнение выше 5 степени корни могут не выражаться в радикалах и в общем то становится сложно но по модулю вот этого решения задачки о нахождении жерданного базиса дальше все становится просто и выражается просто явно аналитически мы знаем решение всех линейных уровней но по моему это хорошая хороший пример силы науки приятно когда у нас есть хоть какой-то достаточно обширный и полезный класс уравнений которые мы можем решать в явном виде но вот как то так есть какие-нибудь вопросы она маленьком ну то есть а вот допустим если у нас есть задачи что-нибудь до 3 или 4 ну то есть у нас р н где н там или 3 или 4 каким из двух способов вот там который я попытался выше то есть когда нам можно раскладывать там и терактивно делать либо вот этот каким из них быстрее либо вообще как лучше ну на самом деле в каков в какой-то мере проще вот этим способом потому что он дает явное решение как бы если вы просто помните как вот эта вот матрица выглядит а то вы можете просто если у вас уже матрица в данного форме написано то вы мгновенно просто выписывайте решение вам все ничего особо решать не нужно вот естественно если вы будете действовать вот таким способом то вы получите ровно то же самое потому что но здесь видно например что у вас ведь у вас в последней строчке нет никаких тэшек а есть просто вот эта единица и соответствует тому что вас в последний решение последнего уравнения будет просто экспоненты какой-то значит предыдущего строчка видите здесь возникают единицы и тэ и как раз это вот тэ будет возникать когда вы будете решать ваше уравнение там она будет добавляться когда вы будете там интегрировать методом вариаций постоянных это самое это там вылезет ну и так далее тут как бы хорошо что мы уже вот можно сказать один раз решили и просто теперь знаем решение если вы его запомните то вы просто можете его использовать ну и если будет какая-нибудь другая задачка в принципе любые задачки вот такого вот такого вида когда у вас есть матрица допустим скалярная плюс скажем какая-нибудь верхняя треугольная тут на самом деле нам вот во всем этом рассуждении нам не нужно было бы чтобы вот эта матрица выглядела бы именно так чтобы она состояла бы именно из единичек но нам нужно было чтобы она была не эльпатентная а чтобы считать было бы удобно нам полезно чтобы она была бы такой верхней треугольной ну и на самом деле вы можете принять этот подход к любой верхней треугольной матрицы или к нижней треугольной вот он сработает примерно так же но тут наверное вычислительная сложность будет ну ну я думаю что все таки с матрицами работать проще чем интегрировать какие-то там штуки методом вариаций постоянно спасибо самое страшное здесь это тяжелый базис но я поскольку не помню как искать жарданов базис я вряд ли вам придумаю задача где его нужно будет искать у нас есть доплески ну или будут когда-нибудь да надо сделать а сколько будет ну парочку я точно могу придумать да хорошо окей так ну что все тогда на сегодня да это ты и и и и и и и